Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале ИТОН ТВ, программа тема дня, меня зовут Александр Вальдман. Военно-воздушные силы Азербайджана по сообщению азербайджанских СМИ совместно с турецкими вооруженными силами совершили показательные полеты над городом Генжа. Ну и очевидно на этом фоне президент Азербайджан Ильхам Алиев, комментируя, как пишут, провокации властей Армении, которые по его словам осуществляются с целью эскалации Карабахского конфликта, был предельно откровенен в своих высказываниях. Я его процитирую. Еще раз хочу сказать, сказал президент, для перехода на территорию Армении у нас уже нет никаких военных препятствий. По одному моему слову, азербайджанская армия вошла бы на территорию Армении, но мы не сделали это. Мы ответственная сторона, это во-первых. Во-вторых, у нас пока нет никаких целей на территории Армении. Но если провокации будут продолжаться, то мы, конечно, пересмотрим нашу политику. Конец цитата. С нами на связи политолог Александр Цинкер. Александр, добрый день, я рад приветствовать. Добрый день. С Новым годом, прежде всего. С Новым годом. Давно не виделись. Саш, вопрос, в общем-то, в какой-то степени предельно простой. Дело в том, что после июльских боестолкновений между вооруженными силами Армении и Азербайджана, Турция, как пишут, фактически создала в Нахичеване свою военную базу, провели они там до этого совместные учения, потом остались самолеты F-16 вместе с экипажами. Можно ли только этим присутствием Турции рядом с руководством Азербайджана объяснить воинственность главы государства? Ну, во-первых, мы не первый раз слышим из уст президента Азербайджана Алиева о том, что Азербайджан готов начать какие-то военные действия, и только вот его слово пока останавливает патриотическое движение азербайджанской армии. Я его понимаю где-то. Прошло уже около 30 лет, как Азербайджан потерял около 20% в той территории, которая у него была в 90-м году. И, естественно, население Азербайджана, это практически целое поколение выросшее, не может никак понять у руководства страны, почему не предполагаются какие-то шаги для возврата этих территорий. Ведутся переговоры, есть так называемая минская группа, которая, в общем-то, по большому счету, очень вяло работает, и, опять же, азербайджанская сторона считает, что именно руководство Армении затягивает этот процесс, потому что Армении выгодно вот так вяло текущее собеседование, обсуждение, потому что территория-то находится под, как говорится, властью Нагорно-Карабахской республики. И поэтому я не очень понимаю логику выражений, зачем сегодня Армении активизировать эти события. По-моему, их и так это все устраивает. Даже если будут годами еще и десятилетиями вестись переговоры, то это как бы выгодно Армении. Поэтому активизироваться, тем более военные действия какие-то предпринимать, для Армении не имеет смысла, потому что и цели никакой нет. Я бы говорил бы, ну, наверное, если перефразировать известное выражение, что вор громче всех кричит «держи вора», то здесь, мне кажется, надо задуматься, что та сторона, которая собирается начать какие-то военные действия, громче всего кричит о том, что их противник хочет как раз войны. Смотрите, что получилось в Азербайджане. Сегодня политически там очень сильно влияние Турции. Я не буду говорить, что они практически вошли в политическое руководство Азербайджана, но очень, по крайней мере, сильно влияют на принятие решения. После этих учений совместных, кстати, мы как раз обсуждали этот вопрос, интересно, останутся ли какие-то войска или какая-то военная техника на территории Азербайджана. Оказались мы правы, она осталась. И сегодня, мне кажется, именно Турция подталкивает Азербайджан к этим военным, каким-то активным действиям. Потому что, в принципе, это немножко выгодно и Турции, и это выгодно Азербайджану. И говорю я чисто о внутренних проблемах. Сегодня у Турции провалилась полностью программа «Ноль проблем с соседями». У нее проблемы со всеми странами, которыми она соседствует. С другой стороны, вот эта идея глобального построения, опять же, большого, мощного турецкого государства не оставляет покоя Эрдогана. И ему нужна какая-то молниеносная военная операция. Но своими руками он делать это не может. То есть, Турция не может ввести свои войска на территорию Армении. Потому что не надо забывать о России, Европа это не поймет. А вот сделать это руками Азербайджана, который, в общем-то, для Алиева тоже, в общем-то, это выгодно. Потому что внутри есть определенные проблемы и у президента Алиева тоже. Было бы, как говорится, на руку. Вот откуда вот эти идут военные такие агрессивные выступления. Причем, в основном, это звучит так, что вот Армения хочет напасть, но мы готовы всегда к обороне. Я не уверен, что Армения собирается погадать на Азербайджан. Но то, что она будет защищать свои границы, мы видим, как это было совсем недавно. В общем-то, столкновения, которые произошли, я считаю, в общем-то, они, ну, окончательно, если подводить итоги, так они были в пользу Армении. Наверняка у вас периодически возникает проблема с тем, что смотрят ваши маленькие дети или внуки. В интернете хватает мультиков, которые учат маленьких детей считать или отличать красный цвет от зеленого. Но очень мало мультфильмов, которые рассказывают детям о том, как жить в обществе и как в этом обществе нужно себя вести. Новый анимационный фильм «Тюби-Дубики» от создателей ТОН-ТВ рассказывает малышам о самых важных вещах в жизни. О том, что такое совесть, почему нужно говорить правду, почему нельзя брать без разрешения чужие вещи и о многом другом. «Тюби-Дубики» напоминают мультики нашего детства, где герои всегда были очень славными и симпатичными, а добро всегда побеждало зло. Милые котята заставляют полюбить себя, и ваши дети их тоже полюбят. Каждую неделю на YouTube-канале «Тюби-Дубиков» появляются новые серии. Чтобы не пропустить их, зайдите по ссылке в описании под этим видео и подпишитесь на канал нового мультфильма. Смотрите «Тюби-Дубиков» вместе с нами. Еще один аспект взаимоотношений Азербайджана и Армении привлек лично мое внимание и, скажем так, перекинул определенный исторический мостик, тоже 30-летней давности. Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к сопредседателям Минской группы, о которой, ты уже говорил, Саша, это Россия, США и Франция, и ряду международных организаций с вопросом. Вопрос состоял в том, что якобы переселяются в Нагорный Карабах ливанские армяне. И в документе, который распространил МИД Азербайджана, говорится следующее, что Армения, используя трагедию в Берруте, в своих грязных целях приступила к осуществлению плана по переселению ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана, Нагорный Карабах и прилегающие районы. И что эта незаконная деятельность представляет собой грубое нарушение Армении, норму принципов международного права. Конец цитаты. Мне это очень живо напомнило именно события 30-летней давности, когда Ясер Арафат, руководство Палестинской организации, организации освобождения Палестина, требовало от Советского Союза вначале, а затем от России прекратить репатриацию евреев в Израиль. Тебе это не напоминает, Саш? Нет, то же самое. Я даже более того скажу, после того, что произошло в Берруте, это взрыв, это трагедия, ко мне обращалось несколько средств массовой информации Армении, аналитических, которые как раз хотели изучить подробнее систему абсорбции, как Израиль принимает большие волны репатриантов, как это организуется. И они понимали, что если вдруг пойдет волна беженцев, репатриантов из Ливана, то надо как-то выстраивать аналогичную систему. И совсем недавно мы говорили тоже об этом, и почему я знаю, что там сегодня происходит, потому что армянская сторона рассказывала, что у них там сегодня. Так я могу, я не знаю, успокоить азербайджанскую сторону, сказав, что пока никто никуда не едет. Сейчас рассматриваются вообще вопросы выстраивания, как называемое, вот то, что было в Израиле, система корзина абсорбции, подготовка информационных документов, чтобы репатрианты, которые приезжают из Ливана, из Сирии, из других стран, они знали, как и мы в свое время, приезжая в Израиль, понимали, что на первый день мы можем получить, как нас встретят, где мы можем жить, как оформлять, например, наши дипломы и так далее, и так далее. То есть сегодня вопрос о том, что кого-то привезли и куда-то уже заселяют, это явно, в общем-то, как говорится, бежать впереди телеги и кричать, что вот на них наезжает кто-то. Никого пока никуда не переселяют, и, насколько я понимаю, в общем-то, не стадо приезжает из Ливана, приезжают люди, которые жили, нормально там жили, и если они поедут, то, опять же, в случае их интервью, они говорят, мы должны понять, какие условия будут в Армении. То есть это не тот случай, что их возьмут и загонят всех на территорию Нагорного Карабаха. Там, как говорится, такого насильственного переселения никто не планирует. Саш, я попытаюсь зайти к этой же проблеме, с другой стороны. Дело в том, что в ходе недавнего рабочего визита в Египет министр иностранных дел Армении Заграб Накцаканян обратил внимание египетских коллег на то, что Турция якобы может, я цитирую, может доставить или уже доставила в зону Карабахского конфликта боевиков-наемников из Сирии, так называемых солдат Эрдогана. А спустя несколько дней после этого сообщения египетский интернет-портал Каир-24 опубликовал информацию о том, что с территории Сирии и Ирака через Иран в Армению была переброшена группа из 25 курдских боевиков, а в скором времени планируется переброска еще двух групп общей численностью 300 человек. Если и то, и то соответствует действительности, не кажется ли тебе, что обе стороны по большому счету играют с огнем? И в чьих интересах? В интересах Ирана, в интересах Турции, в интересах России в конце концов? Ну, во-первых, мы не знаем, насколько эти данные правдивы. Не секрет, что идет информационная война, и опять же, ты журналист, и мы прекрасно знаем, что есть очень много средств массовой информации, которые печатают определенную, как есть определенные новости, с определенным уклоном, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому, не проверив эти данные, мы ничего не можем говорить. Вполне возможно, что есть какие-то добровольцы, которые едут и поддержать Азербайджан, какие-то едут поддержать Армению. Я не думаю, что это в каких-то больших количествах. Тем более, опять же, если говорить о военных действиях, в первую очередь, это невыгодно Армении, потому что нет целевой установки, для чего оно нужно, что еще захватить дополнительные территории. Даже те районы, которые были захвачены на Горном Карабахе, там практически никто не живет и не обрабатываются, потому что эти территории, в общем-то, ну, где-то спорные в мировом масштабе, может быть, для жителей на Горного Карабаха нет, а вообще непонятно, что с ними будет дальше. Поэтому дальше воевать не имеет смысла. А Азербайджан, я уже говорил, что военные действия какие-то, в общем-то, полезны, хотя бы с точки зрения внутренних отношений. Внешних непонятно, кто им даст вооруженные крупные столкновения, потому что во всех средствах массовой информации все страны, в первую очередь представители минской группы, говорят, что конфликт можно решить только мирным путем. Опять же, я повторяюсь, может быть, но сегодня есть один такой игрок в этом регионе. Армения, это Турция, которая хочет, она приникает и в Грузию, это отдельный вопрос, это то, что происходит в Аджарии. Про Азербайджан я уже говорил, что она там вольготно от себя чувствует. В странах Центральной Азии она там тоже пытается укрепиться. И вот эта Армения, как кость в горле, действительно для Турции, она, в общем-то, стоит как преграда. Я бы еще об один момент, вот когда ты сравнивал с Израилем, хотел бы сказать. Многие не очень сильно вникают в эту проблему, но вот если я сделаю такое сравнение, может быть, они поймут, насколько проблема тяжелая и сложно решаемая. Мне кажется, у Израиля с Палестиной более реальные шансы решить, в конце концов, нашу проблему, чем у сторон Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха решить проблему Нагорного Карабаха. То есть, это говорит о том, что там действительно очень сложная проблема, и решить ее будет очень сложно. Саша, еще один вопрос. В Ереване, как пишут на околоправительственном экспертном уровне, в последнее время много говорят о возвращении Армении на Ближний Восток. Подтверждает это в какой-то степени упомянутый уже визит главы МИД Армении в Египет. У Египта, опять же, как известно, очень сложное отношение с Турцией. Не пытается ли Армения играть на вот этом противоречии Египта и Турции? Вообще, в ту ли лигу пытается зайти Армения сегодня? Ну, во-первых, если говорить о лиге, то я почему-то сразу... У меня ассоциации с футболом. Знаете, на чемпионате мира играла сборная Исландии. Ее население где-то, по-моему, немножко больше, чем 360 тысяч жителей. Это такой средненький израильский город и играет на чемпионате мира. Так что в любую лигу можно заходить. Ты прав. Армения открыла посольство в Израиле и пытается развивать отношения с Израилем. А Армения пытается поддерживать и поддерживает тесные связи с Грецией и с Кипром. То есть, создав такой треугольник, который противостоит Турции. И зачастую обращают внимание, что, опять же, в этой команде отчасти играет и Израиль. Потому что, когда поднимаются вопросы изучения вот этой береговой линии, которая спорная, кто же имеет право там изучать, есть газ, нету и добычи его, то Израиль тоже с Кипром, из Грецией ведет совместные разговоры. То есть, Армения пытается с этими странами находить общие цели и вопросы в каких-то конкретных направлениях. Что, в принципе, я думаю, это нормально. Нельзя сегодня решать все вопросы только лично своими силами. И говорить, что у нас только два союзника. Это армия и авиация. Кроме этих естественных союзников, у каждой страны желательно иметь каких-то союзников другие страны, хотя бы по каким-то конкретным проблемам. И Армения последние два года, до этого, если мы говорили, Армения ведет такую комплементарную политику, пытается, как говорится, со всеми поддерживать нормальные или деловые отношения, сегодня постепенно говорит, что вот эти страны нас интересуют больше, и мы хотим развивать с ними отношения. И в данной ситуации то, что представитель МИДа Армении поехал в Египет, опять же, в Египте тоже есть армянская община, почему бы не поехать, почему бы не пытаться вместе решать какие-то вопросы, тем более, если у них есть какой-то, ну, будем говорить, хотя бы теоретический враг в лице Турции. Александр, спасибо огромное за это разъяснение, спасибо, всего самого доброго, главное, здоровья, будь здоров, и до встречи у нас в студии. Спасибо. Я хочу поблагодарить тебя и сказать, что сегодня, когда делается запись этого разговора, Армения отмечает свой День независимости, и я хотел бы поздравить всех граждан Армении с этим праздником, пусть будет мирное небо, свобода и мир на границах этой страны. Спасибо, я присоединяюсь к этим поздравлениям. Спасибо, Саш, спасибо вам, друзья, что были с нами, всего самого доброго, будьте здоровы, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова